Как бы пристально автовладельцы не следили за своими машинами в сильные морозы, есть вероятность воспользоваться общественным транспортом, ведь можно просто не завестись. Правда ли, что современные автомобили плохо переносят при куривании? Как правильно это сделать, если другой альтернативы нет? Разбирался Иван Зенкевич. Вот-вот начнется настоящая зима, значит морозы будут точно. Одна из самых распространенных проблем у автомобилистов в это время – севший аккумулятор. Еще вчера автомобиль был в полном порядке, а утром не срабатывает даже сигнализация. Чаще всего виноваты мы сами. Забыли выключить габариты, свет в салоне или какой-то гаджет. А еще не за горами новогодние праздники, во время которых многие подолгу не пользуются автомобилем. Что делать в такой ситуации? Эвакуатор не всегда может забрать машину, припаркованную в узком месте, либо заставленную другими авто. А вытолкать к нему замерзший автомобиль почти невозможно. Выход один. Прикуривать? Давайте разберемся, можно ли вообще это сегодня делать. Какие ошибки мы при этом чаще всего совершаем. И что может выйти из строя. Кстати, первая проблема в такой ситуации – как попасть в авто. Ведь сигнализация тоже питается от электричества. На этот случай во всех, даже современных брелоках, предусмотрено металлическое жало, которым отпирается замок водительской двери. Открываем капот. Если аккумулятора там нет, туда выведены плюсовая и минусовая клеммы. Как раз для таких случаев. В первую очередь автомобиль донора должен быть снабжен аккумулятором такой же емкости или больше емкости, чем автомобиль с севшим аккумулятором. Кроме того, в силу технических особенностей не рекомендуется прикуривать автомобили с разными типами двигателей. Бензин и дизель. Дело в том, что у последнего очень высокая степень сжатия. А значит, для их мощного стартера требуется сильный пусковой ток. А кроме этого... Чаще всего водители путают полюса аккумуляторов. Следует запомнить, что красный провод подключается к плюсовому полюсу аккумулятора, черный провод подключается к минусовому или к массе автомобиля. Последствием этого может стать выход из строя части бортовой электроники, предохранителей реле. А какие еще есть решения? Бустер. Это специальное портативное устройство для пуска двигателей в такой ситуации. Есть комплектные варианты, есть профессиональные покрупнее. Понятно, что и возможности у них разные. Отсюда и разница в цене от 7 до 20 тысяч рублей. В среднем полностью заряженный бустер рассчитан на 10-15 пусков бензинового движка и на 5-6 дизельного. Такие устройства комплектуются проводами с крокодилами для подсоединения к клеммам и зарядным устройствам. Современные аккумуляторы достаточно долговечны и надежны, но полная разрядка очень вредна для них, даже для новых. Поэтому заведите привычку, оставляя автомобиль, убедитесь, что все потребители энергии выключены.